Всем привет! В этом видео поговорим, что делать, когда ничего делать не хочется, а делать надо, когда дело касается изучения иностранного языка. Вот такой каламбур вышел, но суть в том, что все мы люди, есть свои взлеты, падения, настроения и мотивации. В этом видео я поделюсь подходом, как проходить этапы апатии, чтобы все ваши усилия, которые вы уже вложили в изучение языка, не сошли на нет. Потому что изучение любого иностранного языка, успешное изучение, подразумевает практику, постоянную практику. Иначе язык забывается. И чтобы с вами этого не произошло, чтобы вы видели результат даже в дни, когда вам ничего не хочется сделать, кроме как chill out on the couch, чтобы вы таки все равно совершали прогресс. Самое важное в данном аспекте это найти мотивацию. И скорее даже не найти, а создать ее. Потому что если у вас нет желания, вы ничего делать не будете. Как создать желание? Как создать мотивацию? Вы сидите, chill out on the couch, просто расслабляетесь и визуализируете то недалекое будущее, когда вы уже достигли поставленных вами результатов. К примеру, если мы говорим об изучении английского языка, вы его изучаете, чтобы там эмигрировать или чтобы пройти интервью на работу. И вы имеете внутренние такие constraints, которые не позволяют вам чувствовать себя свободно. Вы корите себя за грамматические ошибки, которые допускаете. Вы корите себя за произношение, которое не звучит, как там, знаете, легкая такая американская речь. Ничего страшного, вы сейчас просто фантазируете. Так представьте, что вы уже тот человек, который достиг этого. Что вы спокойно проходите интервью и не просто судорожно отвечаете на вопрос работодателя, а даже пускаете пару шуток. Это все игра воображения. И казалось бы, боже, какая глупость сидеть и представлять себе то, чего нет. Но на самом деле, когда вы проводите вот такой мыслительный процесс, нужные участки мозга, такие как мотивация, желание, они загораются. Нейроны там работают. И вы начинаете испытывать эмоции, чувства, которые приходят вот с этим ощущением accomplishment, что вы это сделали. И таким образом вы говорите своему телу, себе, что да, я могу, да, это классно вот ощущать себя так-то и так-то в таком-то контексте. И когда вы так поиграете со своим воображением, вы научитесь направлять энергию в нужное русло. Поэтому в моменты, когда вам совершенно ничего не хочется делать, мечтайте. Сядьте, отдыхайте и визуализируйте. Это может быть пару минут, это может быть 10 минут, в зависимости, сколько вам надо времени, чтобы погрузиться, чтобы по-настоящему поверить, вот что вы можете, что вы этого достигаете. И это первый шаг, который наполнит вас вот этим задором, энтузиазмом, без которого далеко не уехать. Следующий важный компонент успеха изучения английского языка, даже в моменты, когда нет никакого желания браться за него, это найти то, что вам нравится в иностранном языке. Вы можете сказать, терпеть не могу немецкий язык там, или нет, английский не для меня, и все, и поставить на этом жирный крест. Таким образом, да, вы ставите ментально крест, что это не для вас, вы никогда не владеете иностранным языком. Но, если вы так вот не будете торопиться, а все-таки подумаете, разложите язык на компоненты, вы найдете, что вам нравится. Может быть, вам нравится произношение, вам нравится, как звучит язык, или вам нравится там определенная бэнд, определенная группа, ее музыка, ее песни, или вам нравится определенный сериал, определенные персонажи, актеры. Это все вот тот резервуар, откуда вы можете черпать вдохновение и знания. Теперь давайте вот придем конкретней. К примеру, вам нравится какая-то группа, какая-то песня, и в дни, когда вам ничего не хочется делать, а просто послушать музыку, почему бы и не послушать? Но при этом откройте сайт тот же Amalgama, если мы говорим о английском и о других языках, там есть переводы песен. И вот вы слушаете свою любимую песню, вы посмотрели перевод, и если с этой песни вы хотя бы одну фразу изучили, перевели, запомнили, повторили, пропели, возможно, вам нравится петь, вы уже сделали прогресс, вы уже изучили что-то новое. И, как правило, справочки, слова с песен, они хорошо откладываются в памяти, поэтому если вы вот сейчас послушали, затем эту песню уже будете слушать даже без перевода, вы будете лучше понимать смысл песни, вы будете лучше понимать уже грамматические, возможно, даже конструкции, слова, и вы будете чувствовать себя лучше, вы сделали прогресс с пользой для себя, для своего настроения, и с пользой для своего будущего вы, когда вы уже спокойно говорите на иностранном языке. Или вечерком вы смотрите ваш любимый сериал, вы его переключили на язык оригинала, возможно, вы оставляете субтитры, потому что вы не хотите, чтобы голова совсем уже закипала, и, чтобы привнести какую-то новизну, просмотр, вы начинаете пародировать актеров. Я знаю, что многие смотрят Friends для изучения английского языка, и вот, к примеру, вы начинаете пародировать того же Joe, мол, типа, how are you doing? Ну, это, it was a creepy version. Тем не менее, смысл в том, что вы пародируете, и вы начинаете не только получать какие-то новые эмоции от просмотра, вы также изучаете новые слова, вы их произносите, и вы улучшаете произношение. Поверьте, вот, пародия — это, наверное, самый лучший вариант, чтобы улучшить ваше произношение и вашу интонацию. Это тоже такой вариант, когда у вас нет мотивации. Или же вы можете на YouTube посмотреть ролики, которые в тренде, если мы изучаем, там, английский или французский, немецкий, любой язык. Зайдите вот на YouTube этого domain, там, .de, если мы говорим о немецком, .fr, если мы говорим о французском, и посмотрите, что в тренде. Как правило, это какой-то юмор. Открывайте. Даже если у этого видео нет субтитров, вы можете нажать шестереночку и выбрать auto-generated subtitles, и смотреть, и повторять, понимать лучше, да, чем живет молодежь, та же французская, немецкая, потому что, как правило, видео в трендах, это молодежь прикалывается над чем-то, и таким образом погружаться в среду, и снова-таки делать какой-никакой прогресс в изучении иностранного языка. Или, что мне нравится смотреть на YouTube, это stand-up comics. На YouTube полно, можете выбрать на любой вкус и цвет, и снова-таки, если из всего выступления вашего любимого комедианта вы изучите буквально парочку фраз, вы уже сделали какой-никакой прогресс, и погрузились еще раз в среду, и подняли себе настроение. И такая ремарочка, если мы говорим о видео в трендах или о комедиантах, они говорят быстро, и они используют множество фленга, что может вас обескуражить. И вместо того, чтобы смотреть, вы можете который раз разочароваться в себе, вот я ничего не понимаю, и все, и только прекратить вообще что-либо делать. Чтобы этого не было, можно переключить скорость на YouTube и смотреть ролики на 0,5-0,75 скорости, и таким образом вы будете и лучше улавливать, что они говорят, у вас будет время прочитать, возможно, даже перевести. И, что интересно по-своему, вы иначе будете воспринимать материал, и, возможно, он вам даже покажется несколько смешнее, потому что вместо такой нормальной скорости они будут говорить очень странно. Но, кстати, тоже классная прокачка произношения, вы лучше будете улавливать все нюансы звуковые. То есть, если мы говорим об английском языке, где намного больше гласных звуков, чем в русском. В русском у нас 6, да? В американском английском, если не ошибаюсь, 42. И у вас как раз будет время, чтобы вот эти все маленькие нюансы лишний раз прослушать. И даже если вы, возможно, ничего не изучите, хотя бы ваш слуховой аппарат настроится на нужную волну. И такой вариант для книголюбов. Если вам нравится письменная составляющая языка, как мне, к примеру, я очень люблю читать, особенно литературу на языке оригинала, вы это можете сделать. Но перед тем, как вы начнете говорить, что «У меня болит голова, нет никакой мотивации, вообще ничего не хочется делать, да пошло все на...» А тут еще и читать на иностранном языке. У меня есть для вас такой трюк. К примеру, у вас иностранный язык на уровне B1. Что вы делаете? Вы ищите тексты, анекдоты, юмористические рассказы. Уровня A2. Вы понижаете свой уровень. Вас учили, что надо push your limits, что, в принципе, замечательно, конечно, при изучении английского любого иностранного языка. Но если у вас нет желания, зачем тогда push? Лучше понесите уровень и почитайте что-то, что принесет вам кайф. Вы будете читать на иностранном языке. Да, возможно, это будет адаптированная литература, рассказ. Но, тем не менее, это будет иностранный язык. Вы будете в который раз ознакомливаться визуально с грамматическими конструкциями. Возможно, не в активном режиме, но это все будет откладываться. И даже при таком состоянии пониженной мотивации вы будете делать прогресс. Вы будете себе напоминать о том, что вы уже изучили, а повторение мать учения. И, кстати, если вам интересно, какими сайтами я пользуюсь, где я ищу информацию, на какие ресурсы захожу, у меня уже есть своя база. Отпишитесь в комментариях, и я с удовольствием с ней поделюсь. База касается английского и испанских языков. Это те языки, которые я изучала. Поэтому, если есть интерес, есть спрос, будет предложение. И такой вариант, когда вы сидите, и у вас в руках телефон, и вы, как говорится, прокрастинируете. Вы просто там scroll your feed, вы просто там пролистываете профайлы разные в соцсетях. С этого тоже можно получить пользу. Подпишитесь на иностранных блогеров, на блогеров, которые пишут, вещают на языке, который вы изучаете. И в такие моменты, когда вы сидите, понурив голову, и смотрите на экран вашего телефона, вы пролистываете там какие-то офигенные фоточки прекрасной жизни вашего любимого блогера, и читаете вот эти captions, или хотя бы так просматриваете быстренько. Вы можете развернуть и прочитать. И даже если вы ничего не поймете, может быть, хотя бы какие-то конструкции вы сами себе напомните об их существованиях, да, какие-то конструкции вашим, которые были в вашем пассивном знании, перейдут в активный. Или если вы хотя бы одно слово не поленитесь, переведете и изучите, уже будет прогресс, вы уже окружаете себя иностранным языком. То же касается приложений на телефоне, такие как Duolingva. Вы можете просто сидеть, да, и нажимать, выбирать варианты. Да, это не совсем активное изучение иностранного языка, но это лучше, чем ничего. А если при этом, при работе вот с такими приложениями вы будете проговаривать, не просто молча клацать, а будете вот вы читаете там, как перевести то-то предложение, какой вариант выбрать, и вы эти слова будете проговаривать, возможно, даже с ошибками, но вслух вы будете делать прогресс. Вот такой мой подход к периодам апатии, когда ничего-ничего не хочется делать. Вы просто или слушаете музычку, или смотрите то, что вам нравится, или втыкаете в телефон. Но при этом вы делаете прогресс. Если видео было интересным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши вопросы, поделитесь вашим подходом, потому что все мы люди, у всех есть свои взлеты и падения. Может быть, у вас есть свой секретный рецепт того, как вы справляетесь с ситуациями, когда хочется просто сесть на диван. Кстати, если вы заметили, я вот на этом кресле так качаюсь, потому что в Канаде очень модно вот такие, модно такие кресла-качалки иметь и тоже по-своему кайфовать, смотреть Netflix и таким образом тоже изучать иностранный язык. Спасибо за просмотр и успехов вам!